Встретить Новый год и остаться в живых. МЧС призывает во время торжеств придерживаться правил безопасности. Иначе пожар, травмы, порой даже смерть. Что происходит, если ими пренебречь, спасатели решили показать наглядно. Ёлка в квартире сгорает за считанные минуты. МЧС предупреждает. Празднование Нового года таит в себе немало опасностей. Реально мы увидели, что ёлка сгорела за пять минут. И, естественно, та горючая загрузка, которая есть в жилых домах, это и гардины, легко воспламеняющиеся предметы мебели. Всё может пострадать от неправильного использования и неправильного оформления. Правила безопасности просты и легко выполнимы, говорят спасатели. Не ставить ёлки на проход, заранее проверять электрические гирлянды, не вешать бумажных украшений. Ни в коем случае нельзя устанавливать ёлку возле батареи, потому что тепло, исходящее от батареи, может её высушить, и сухая ёлочка вспыхнет, как порох. Нельзя возле ёлки оформлять её бенгальскими огнями и свечами с открытым огнём. Ещё один потенциальный источник травматизма – пиротехника. Чтобы не встречать Новый год в больнице, специалисты советуют не покупать несертифицированный товар и читать инструкцию. Главная мера безопасности – читать инструкцию, не покупать на рынке. Инструкцию читать и пользоваться только так, как написано в инструкции. Продемонстрировали изделия, которые неправильно хранились, конфискованные службами специальными на рынке, с истёком сроком годности. Выглядит красиво, но может покалечить. Что бывает, когда пренебрегают правилами использования петардой фейерверков, специалисты показали наглядно. Поджигают фитиль, его не видно, как он горит. Он внутри горит. И думает, что не поджог. Держит в руках. Соответственно, в руках она и разрывается. И глаза подбитые, и шрамы, и раны, и обгоревшие. Ну, хотя, честно говоря, вот профилактику проводят и МЧС, и МВД, и мы постоянно рассказываем. И, честно говоря, меньше стало случаев этих, потому что люди со временем учатся. Спасатели надеются на сознательность горожан, но всё равно будут стоять на чеку. С 31 декабря до 9 января переходят на усиленный режим несения службы.